Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Сад Света Светланы. Сегодня мы немного пройдемся по моему саду и я вам напомню на примере своих растений, какие работы нужно проводить во второй половине мая месяца, даже ближе к концу, что стоит обязательно делать и не забывать о ваших профилактических обработках сада. Сразу у нас в кадр попадает Калина. Вот, друзья, Калина это самая лакмусовая бумажка для меня, когда появляется тля. Вот на ней, на первой появляется тля, поэтому у кого есть Калина, обязательно осматривайте. Если у вас она еще не начала цвести, обязательно обрабатывайте или биопрепаратами от вредителей, или химическими, ну у кого какие предпочтения. Так, следующее, что здесь рядышком сразу в кадре, у нас попадает Самшит. Вот о Самшите у меня было видео, делала я месяц назад обрезку, видите, уже идут сейчас активные приросты. Тоже обработала, не обработала, а подкормила я его комплексным микроудобрением с большим содержанием азота, формула 301010, азот фосфор калий, для того, чтобы это начало вегетации, для того, чтобы хорошо нарастала листва. Ну и обработки тоже я не пропустила, Самшит обработала от вредителей. Любыми препаратами, которые у вас имеются в арсенале, тут не суть важно. Главное обработать, не пропустить, чтобы ваши растения были здоровые, чистые и радовали вас. Ну это для южных регионов, у кого есть Самшиты. Так, дальше у нас здесь в кадр попадают розы. Вот смотрите, еще пока не видно бутонов, но хорошо уже наросла листва. Вот сейчас самое время пройтись по листу. Я именно подкармливаю удобрением плантатор, формула 301010, вот я сейчас вам покажу это удобрение. Правда у меня уже использовала, я выбросила, но так, чтобы было понятно, что это за удобрение. Вот такой плантатор с разными формулами для разных стадий развития. Кстати, очень удобная. И вот вы знаете, друзья, вот давай сейчас, Вадик, немножко остановимся более подробно. Вот видите, на каждом пакете для удобства написана формула и написано именно на какой стадии нужно вот это удобрение вносить или подкармливать вашим растениям. Вот, допустим, это у нас идет цветение, бутонизация. Вот как раз тогда, после вот этой стадии сейчас вот листва и начнут появляться бутончики, вот вы увидите, как раз нужно будет вот этим удобрением подкормить по листу. Следующее идет у нас дозревание, нет, дозревание это вот такой рост плодов, рост плодов, нет, завязь, друзья, вот этим обработаем, когда завязи будут, потом у нас будет рост плодов, вот так, и уже следующая подкормка будет дозревание. Тут правильные формулы с правильным содержанием фосфор, азот и калий, вам ничего не нужно придумывать, уже готовое, удобное. Ну, возможно, в вашей местности, где вы живете, есть какие-то аналоги. Вот здесь как раз у нас можжевельник казацкий. Друзья, у меня было одно из таких кричащих видео на этом можжевельнике, в том числе. У меня была ржавчина. Я обработала, очень быстро среагировала. Препараты химические, но мне очень понравилось, как они отработали. Первый препарат был Скор, это фунгицид от болезни, и второй был от вредителя, я сделала баковую смесь Твикс. И вот, вы знаете, Скор очень хорошо справился со своей задачей. Обрабатывала я не только казацкие можжевельники этой смесью баковой, но и прошлась по всем хвойным в своем саду, дабы исключить появление ржавчины еще на каком-нибудь моем хвойном растении. Но и кроме этого, друзья, я описала в описании к этому видео, которое по ржавчине можжевельнику, что обязательно вместе с можжевельником нужно обработать и грушу, если они имеются в вашем саду. Вот у меня раз, два, три, три, четыре, три груши, и я прошла с теми же препаратами, что и обрабатывала можжевельник. Потому что эта ржавчина, она двудомная, двудомная, как сказать, не знаю, в общем... А, бактерия, ну да, грибок, который зимует на можжевельнике, а потом начинает всю свою основную работу на груши, когда груша покрываются такими, листики у груши покрываются ржавыми пятнышками. Я потом ставлю фотографию, сейчас мы не будем отвлекаться, как выглядит моя груша. Именно сейчас, после обработки, живая, здоровая. Ну, хотя я не исключаю, что все-таки грибок может туда перелететь. Кроме этого, по поводу хвойных обязательно. Вот сейчас начались уже приросты, мы видим, как хвойные выходят из зимы, и сейчас самое время подкормить их, помочь им тоже расти. Вот, на дальнем плане видно, вот видите, какие приросты. А вот, может, подождешь ты. Вот этот мой можжевельничек казацкий. Видите, тоже вот я вот такую форму интересную делаю, кто еще не видел. Приросты видны на тойках на заднем плане. Все хвойные я подкармливаю хелатом железа. Это очень... это именно по хвое опрыскивание идет. Очень удобно. Сразу все микроэлементы, которые находятся в данном удобрении, попадают прямо в растения. Очень хорошо, кстати, усваиваются. И это касается всех подкормок, которые у вас идут по листу. Будь то розы или какие-то кустарники или хвойные. Я вот уже, наверное, третий год по рекомендации, кстати, одного блогера. Мне очень нравится она, вот я скажу, это Полина Козлова. Она рассказывает, у нее свой питомник роз. И вот когда-то я услышала, что она порекомендовала подкармливать все свои розы. Это удобно именно по листу, не только розы. И вы знаете, я взяла на вооружение, и мне понравилось. Кроме того, что это облегчило мне труд. Потому что для того, чтобы подкормить розу традиционным методом, нужно сначала пролить, увлажнить землю. А если вы подкармливаете по листу, то, конечно, мне как дачнику это гораздо удобнее. Полила, и я увидела, кстати, и растения совершенно другого вида стали. Ну, это маленькое лирическое отступление. Итак, друзья, хвойные. Так, дальше что мы проходим? Здесь у нас, видите, как-то так из зимы не очень розы здесь выходят. Вот какое-то вот... Ну, ничего, надежда у меня есть. Если что-то будет не так, всегда есть возможности, варианты что-то изменить. Если у вас розы с бутонами, вот у меня плетистая фламентанса, уже видите, очень много бутонов, сейчас самое время ее подкормить монофосфатом калия. Это как раз идет подкормка, когда идет формирование бутончика, чтобы много было бутонов, а уже следующая подкормка будет фосфора, это будет больше калия, чтобы был яркий цветок, чтобы дольше он держался. Но пока на данном этапе у нас монофосфат калия. Это когда вот так вот вы видите уже бутончики. У кого есть газон, самое время его второй раз подкормить тоже. Ну, вот я использовала формулу плантатора 30-10-10, начало вегетации, сейчас еще май месяц, еще можно подкормить газон, дать ему чуть-чуть селенок. Ну, вот смотрите, вчера был очень хороший дождь, стригли мы два дня назад, и вот видите, опять у нас поднялся газон, надо его стричь. Друзья, вот смотрите, шли по саду, и очень хотела вам показать, и как-то мы вот отвлеклись с Вадиком, и прошли мимо. Посмотрите, какие потрясающие тюльпаны. Это просто невероятное зрелище. Посмотрите, какая нежность. Здесь у меня три вида растут. Но вот буду выкапывать обязательно, потому что это голландские, они, конечно, такие неженки. И поменяю местами. Хотя, видите, вроде бы все делала правильно, а немножко перепутала. Оказалось, что у меня на заднем плане вот эти пионовидные. Видите, а они невысокого роста. Такие кораллово-персиково-желтые. Красивые. Вот они первые отцвели. Там один еще где-то под хвостом спрятался. Там вот что-то он нагнулся у меня. О, вот он. Видите? Что-то я ему захотелось вот так цвести. А эти, конечно, два вида. Я вам обязательно напишу, как они называются. Конечно, очень красивые. Но вот это вообще зрелище потрясающее. Можно себе представить. Такой тюльпан красивый. Вот пока вы все любуетесь тюльпанами, я еще хочу сказать, что сейчас как раз самое время обязательно убирать в пазухах ваших пионов вот эти маленькие бутончики. Видите? Вот для того, чтобы вот это основное соцветие было большое, вот эти надо удалить. Просто взять рукой и удалить. Сейчас я попытаюсь это сделать. Вот так. Вот так. Обязательно это сделайте, чтобы было красивое, большое у вас мощное соцветие. Чтобы вот эти маленькие не оттягивали на себя питательные вещества. Ну, друзья, последнее, что я бы хотела сказать, это такой общий обзор, что нужно не забыть. Это виноград. Вот обратите внимание, вот на этой стадии, как раз сейчас можно подкормить виноград. Я подкармливаю риаком, миком, тоже в хелатной форме. Это удобрение поле 100. Там хороший очень комплекс, который как раз даст силы вашему винограду. И обязательно уже на этом этапе, вот когда у вас появляются 5 настоящих листиков, нужно обработать виноград. Я обрабатываю. У меня из трех компонентов состоит моя обработка. Это первый препарат Шавит, Ридамил Голд и от вредителей Твикс. Решила я снять видео, не делать фото. Вот обратите внимание, это именно та грушка, которая у меня страдала от ржавчины. Вот в этом году, не знаю, надеемся, обратите внимание, сколько у нее завязей. Вот ее мы тоже обработали теми же препаратами, что и можжевельник. Ну и остальные груши в моем саду тоже. Друзья, что я хочу очень обратить ваше внимание. Вот когда я монтировала это видео, позвонила мне моя подруга и выслала фотографии, у нее на черешне начали вять листья. О чем это говорит? Май очень коварный месяц. Да, он красивый, вся зелень расцветает, все оживает, становится ваш сад очень пышным, объемным, красивым. Но не следует забывать, что нужно постоянно осматривать все деревья, все растения в вашем саду и не пренебрегать профилактическими обработками. Потому что вы можете прозевать вредителя, прозевать какое-то заболевание и лучше будет делать профилактику в правильные сроки, о чем, кстати, есть видео на моем канале. Друзья, желаю вам, как всегда, вдохновения во всех ваших прекрасных начинаниях. Желаю вам всего самого хорошего. Увидимся на моем канале. Пока-пока.